Чиновники дали обещание соблюдать кодекс этики. Церемония для молодых специалистов Государственного комитета госзакупок связана с новым указом руководителя региона, который регламентирует этические нормы работников государственных ведомств. Сотрудники госкомзакупок одни из первых официально приняли присягу. Подробности в материале Саргаланы Захаровой. Мы, граждане Российской Федерации, расцениваем несение государственной службы как выражение особого доверия со стороны общества и государства, осознавая высокую ответственность перед народом России, торжественно глянемся. Читая клятву перед наставниками, руководителями, молодые сотрудники комитета берут на себя ответственность не только за качественное исполнение возложенных на них обязанностей, но и соблюдение этики госслужащего. Первое в республике официальное посвящение прошло в Государственном комитете сферы закупок. Решили передать нашему мероприятию торжественность, чтобы молодые специалисты, которых мы сегодня принимаем в свои ряды, поняли торжественность момента, осознали, что это на самом деле очень ответственно и очень почетно стать государственным гражданским служащим. Посвящение в госслужащие пройдут и в других ведомствах, но традицию начали именно с этого комитета неспроста. Несмотря на относительно молодой возраст, организации в нем уже успели прочно укрепиться свои правила, такие как введение наставнической работы и ежегодное посвящение молодых сотрудников. Но в этом году официальная форма мероприятия придала этому событию еще больше значимости. Я отношусь к этому с большим почетом и уважением. То, что для меня это большая ответственность, то, что комитет оказал мне доверие. Отметим, что сегодня этики госслужащих уделяют большое внимание. Еще в начале октября в республике приняли соответствующий кодекс. Он регламентирует этические нормы поведения сотрудников ведомств во время рабочего процесса как друг с другом, так и с населением. Кроме того, как отметил Андрей Мартынов, это должно распространяться и на свободное от работы время. Любыми гражданами, соседями, по даче, по дому и так далее, он также должен нести всю меру ответственности, что на него возложены обязанности и очень большая ответственность поведению в обществе. Стоит заметить, что пока регламентация поведения сотрудников в нерабочее время находится только на стадии рассмотрения. Однако служащие понимают, что возложенная на них ответственность и особое внимание общественности к каждому их действию уже само по себе является требованием соответствия статусу сотрудника государственной службы. Сергей Лана Захарова, Джулусин Акентев, НВК Саха, Якутск.